Сей божественный храм славен, на земле рай древа жизни, он подобие горного неба, обиталище Троицы. От рождения воплоти Христа в 1358 году, начав, воздвигнут во имя святого знамения, усердием служителей его Аванеса, Инока и родных братьев его и по духу сынов. Средневековый монастырь Сурбхач расположен недалеко от города Старый Крым и был основан в XIV веке и расположен в лесистой долине. Из-за сильного окатоличивания в генуэзской кафе, сегодняшней Феодосии, армяне уходили к своим едноверцам в горы. В российский же период армянская диаспора монастыря заложила в 1783 году новый монастырь с тем же названием, но на Нижнем Дону. После многих перестроек, разрушений и восстановлений в 1994 году в Старокрымском храме Сурбншан были возобновлены богослужения. На территории храма расположены два фонтана – верхний и нижний. Вода в них всегда хрустально чистая и вода в южных краях всегда считалась священной субстанцией и объектом поклонения. Хачкар – резной крест является неотъемлемой частью религиозного наследия армянской церкви. Врата же были устроены с привратной камерой таким образом, чтобы в случае нападения или вторжения позволяло задержать нападающих. Внутренний двор, атриум, устроен террасами и является довольно обширным пространством. Внизу располагающаяся трапезная сейчас хорошо отреставрирована, а в 70-е годы представляла собой полуразрушенные помещения. Своды были полностью обрушены и только арки удерживали колонны от падения. Сегодня трапезная – это очень уютное помещение с каминами и скромной, но очень стильной мебелью. В стенах этого помещения можно ознакомиться с часто проводимыми там выставками. Артефакты, представленные на выставке, дают представление о быте монашеской общины и ее устройстве. Макет, воссоздающий вид монастыря во времена его расцвета, помогает понять восхищение путешественника после тяжелого перехода, остановившегося на отдых в монастыре. «О, Сурбхач, ты защита и убежище нашего народа, ты единственный, нет тебе подобных, и вид, и положение твое дивны». Конечно, не обошлось и без легенд. Говорят, что подвалы монастыря соединяются подземным ходом с городом Салхат, сегодняшний Старый Крым. Братский корпус, как и положено, представляет собой почти крепость, где кельи находятся в двух уровнях, всегда готовые выполнять роль защитного комплекса. Сам же храм монастыря, церковь Сурбнишан, предваряет в плане гавит с колоннами внутри. Несколько ступеней вверх, и взгляду предстает церковный зал. В нем находится алтарь, а над головой вверх уносится барабан, поддерживающий купол. В него вделан агнец Божий, держащий крест. «Говорят, что Спасский камень монастыря Сурбхач, хачкар VI века, был перевезен в Приазовье в 1778 году и хранится в церкви Сурб-Карапет в Ростове-на-Дону. Выйдя из монастыря, можно освежиться хрустально-чистой водой из родника, красиво переоборудованного фонтаны. Сельджукские мотивы, сохранившиеся с XIV века, до сих пор поражают своим изяществом. А силуэты арок заставляют задуматься на тему, кто же все-таки строил мечеть Узбека в самом Салхате. Ведь оба храма были построены почти одновременно. Поднявшись через Черешневый сад, обратно к Трапезной, на дороге можно увидеть недавно установленные резные кресты хачкары. Да благословит Господь эту обитель мудрости! Продолжение следует...